МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Есть в нашем районе спортивная школа, в полном названии которой ключевыми словами являются Олимпийского резерва и имени Владимира Коренкова. И вот сегодня мы решили вас, уважаемые телезрители, поподробнее познакомить с тем, как работает эта школа. А до этого мы пригласили директора спортивной школы Олимпийского резерва имени Владимира Коренкова Евгению Юрьевну Виноградову и заместителя директора по спортивной работе школы Вячеслава Николаевича Ванжина. Добрый вечер, уважаемые гости! Добрый вечер! Здравствуйте! Традиционно проводим конкурс зрительских вопросов и победителей этого конкурса. В конце передачи, прошу вас внимательно слушать эти вопросы, вы определите победителя конкурса, и он получит приз. Это сертификат на сумму 1500 рублей от Центра красоты «Сестра». Также мы проводили опрос в нашей группе ВКонтакте, задавая вам, уважаемые телезрители, вопрос, какого спортивного объекта, на ваш взгляд, не хватает в нашем курортном районе. Вот у нас есть сразу же звонок, и давайте начнем тогда наш разговор со звонка, послушаем нашего телезрителя. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Здравствуйте! Добрый день! Добрый, слушаем вас! Приветствую! Приветствую, Денис Юрьевна, Вячеслава Николаевича, Меня зовут Розеновский Антон. Антон? Простите, Антон. Да, я являюсь представителем Родительского комитета секции беговых лыж в курсове Лениногорска. Недавно в группе «Соболисты ВКонтакте» проводился опрос, какого спортивного объекта не хватает в курортном районе. Я хотел констатировать факт, что с большим отрывом лыжероллерная трасса вышла в лидеры опроса. И это не случайно. В последние годы мы наблюдаем рост популярности беговых лыж. Я и сам удивительно веду на них. Но хотел обратить ваше внимание, что было сделано за 25 лет последние для этого вида спорта в нашем курортном районе. К сожалению, ничего. Стыдно признаться. Трасса готовится только под большие соревнования. Нет нормальных раздевалок, место приема пищи, туалетов. И хотя бы уже даже парковки. И самое главное, у нас там большая проблема, нету освещения трассы. Хотя бы 3-5 км. Я хотел бы пригласить уважаемых гостей зимой на нашу трассу на вечерние детские тренировки с наводными тоннериками. Мы называем такие тренировки шоу седой и кофт. В таких условиях, к сожалению, добиваться высоких результатов крайне сложно. И, смотрите, современный спорт стал очень технологичным. И мы все понимаем, как важны для заработки техники и хорошую тренировочную базу. И для ваших гостей в эфире есть очень выгодное предложение. Я знаю, что гости имеют велосипедное спортивное прошлое. Так давайте сделаем из базы прибоя и трассы прибоя дейла, лыжероллерную трассу с освещением и с асфальтовым покрытием. Это позволит нам использовать спортивный объект максимально для всех и во время года. Спасибо, Антон. Вот такой мощный вопрос, я бы сказал, пожалуйста, сможете ли вы что-то сказать по этому поводу? Спасибо, конечно, за вопрос. И сейчас, в данный момент, начата работа по подготовке вот проектов или возможных проектов на нашей территории курортного района, значит, вот построение такой базы. Ну, сначала, естественно, должен быть проект. Во всяком случае, у руководства района, у администрации, совместно с нашим отделом по физической культуре, мы уже провели два заседания. И, в принципе, мы понимаем, что мы будем этим делом заниматься. И нам дано добро. Нам подыщут какой-то кусок земли, какую-то территорию, которую мы должным образом оформим и будем на этом месте строить трассу. Что касается, вот человек задал вопрос о трассе Прибой, то она просто по принадлежности сейчас наверняка, и не наверняка, правильно, она относится к сфере деятельности Комитета по физической культуре и спорту. И если мы начнем заниматься этой базой, ну, это займет много времени, хотя она нужна и там. Там вопрос еще, она не остановлена, ее строительство. Несколько лет назад возглавлял этот вопрос вице-губернатор тогда, Сиевский. И там много проделано, уже вот первый этап начался, но по каким-то причинам нам неизвестна приостановка. Но она будет возобновлена, будет продолжена, вот работа непосредственно по реконструкции трассы непосредственно рядом с Зеленогорской. Это вот Прибой. А нам нужно, нам нужно и в нашем тоже, вот рейтинге стоит на первом месте, что нужно здесь, в курортной районе, ну, поближе к Сестровецку. Тоже вело, лыжи, роллерные трассы. Тоже освещенные, тоже. Вот как раз мы сейчас начали работать вот над этим аспектом. Честно сказать, я вас впервые слышу о таком синтезе, лыжи, роллерные, велосипедные трассы. Это вообще реальная история? Это реальная история. Существуют такие вот последние, современные, построенные в Тюмени, 11 километров. Она освещена. И там, естественно, велоспорт не развит в такой степени, как у нас. Но если построить правильную для велосипедистов, просто она должна быть шире, чем для лыжников. Она почему нет? Нет, она будет, она как может быть, как с горами, так и просто с поворотами. Есть такие, в Воронеже вот построена велая, лыжа, роллерная трасса. На ней проводится масса соревнований по всем видам спорта. По всем видам спорта. А вопрос такой в заключении этого кусочка нашего разговора. А широкой-то общественности будет доступна эта трасса? Ну, а как же? Когда... А то выключится их без того, как ваши чемпионы пробегут. Нет, но там же, вот как все спортивные учреждения работают, в какие-то моменты, там, бесплатное катание или что-то. То есть, в любом расписании... Это будет целая инфраструктура. Во-первых, там правильно должны быть туалеты. Все современное, все по последнему слову техники. Должны быть и стоянка, туалеты. Какие-то полностью инфраструктура. Какой-то ресторанчик, какой-то это... Прокат лыж, прокат роллеров, прокат роликов с палками. И когда же мы встретимся на этой трассе? Хочу я вас спросить. Скорей бы, скорее бы нам. А когда? Когда готовиться? Нам, простым смертным. Ну, когда? Понимаете, как вам сказать? Сначала проект. Ну, в лучшем случае, три года. Три года. В лучшем случае, наверное. Я записываю. Ну, будем торопиться. Три года, Елена, да, конечно, дело в том, что проект же готовится не два, не тренинг, не тренинг, не тренинг. Ну, все есть аналоги, то есть здесь можно просто как что-то скопировать. Есть, но инфраструктура, везде же какая-то моя земля с горками, без горок она будет. Сколько километров. Ну, три года я себе пометил. Ваша школа с очень богатыми традициями. И я знаю, что высочайшего уровня, международного уровня спортсменов вы выпускаете. Вот назовите, пожалуйста, тех ребят, которые стали настоящей гордостью и не только нашего района, но и всей страны нашей. Ну, мы гордимся, конечно, нашими спортсменами. Это знаменитый Антон Шантери. Это вид. Велоспорт. Велоспорт. Ольга Забелинская. Мы постоянно о ней говорим, мы гордимся ей. Трижды призерка Олимпиады. У нее одна, две бронзовых, одна серебряная медаль. Так что вот наши такие вот спортсмены, которых мы всегда и помним, и любим мы их, и всегда болеем. Потому что Ольга Забелинская, она также продолжает спорт. Я хотела еще добавить. Антон Кривобоков. Это мальчик, он здесь был и школьником, окончил нашу школу спортивную, и он в настоящий момент в основной сборной команде по дзюдо и готовится к наступающим Олимпийским играм. И вот его мы всегда не можем вычеркнуть из своих рядов, потому что мы его знали просто с маленьких лет. И нам очень приятно. Ольга Забелинская, у которого есть чем гордиться. Да, да. Вот на информационных лентах такая информация прошла. С 21 по 30 июня в Минске состоятся Европейские игры. В этих соревнованиях принял участие более 4 тысяч спортсменов из 50 стран Европы. И они будут соревноваться в 15 видах спорта. Мне также известно, что и ваши выпускники будут там принимать участие. Кто это, в каких видах спорта? Ну, на что вы рассчитываете в его выступлении, я уже не спрашиваю. Ну, мы их называем Малые Олимпийские игры. Действительно, это второй раз, первый раз в 15-м году проходил это в Баку. В этом году мы ждем старта в городе Минске. И действительно, на сегодняшний день, еще список не полностью сформировался, но уже мы знаем, что два спортсмена в составе сборной команды России будут принимать старты в городе Минске. Велосипедный спорт, шоссе у нас Кириллова Полина. Мастер спорта. И Антонова Наталья, мастер спорта международного класса, будет принимать в трековыбунках. Вот любопытно мы также узнать. Вы профессионалы своего дела. Не один десяток лет уже в профессии, каждый из вас. А вот по вашим наблюдениям, меняются ли дети, которые приходят к вам? И как они меняются? Более ли они спортивные? Или наоборот, они какие-то, может быть, хиленькие, из-за того, что экология не везде хорошая? Вот что это за дети? Как ваше наблюдение? К чему они приводят? Дети меняются со временем, как все вокруг нас, в этой жизни. Вот. И, может быть, это вот среда их делает такими. Ну, в отношении детей, сейчас такая очень сложная связка дети-родители. Родители же тоже меняются. Вот. И нам, нами было подмечено, что вот в былые годы, несколько десятилетий назад, наша спортивная школа, она была как бы с краешкой. Вот даже взять тех, кто занимался велосипедным спортом. И здесь можно было просто выехать на дорогу, транспорта практически не было, поэтому вот велоспорт и завязался хорошо, и велосипедный спорт, и спортивный ориентированный, и лыжные гонки. А сейчас, с прошествием столько лет, что мы становимся уже центром. В самом районе колоссальное развитие произошло, в городе. Мы теперь, так сказать, на трассе стоим, нам сложнее проводить наши мероприятия и соревнования. А сами дети? Я все-таки хотела бы понять, труднее ли вам работать с ними стало, или, наоборот, проще в чем-то? Ну, здесь сложно сказать. Дети остались детьми. Единственное поменялось, что у них больше соблазнов. Вот сейчас сложно тренеру. Мы берем всех деток, всех детей, которые годны по состоянию здоровья, и мы их готовы всех тренировать бесплатно. Вот это спортивные школы Олимпийского резерва, государственные, они работают на бесплатной основе. Это немаловажный вопрос. И поступая к нам, конечно, здесь зависит от тренера самый большой момент, процент, как он задержится в нашей спортивной школе. Кто, тренер или? Ребенок, которого тренер наберет, который вот приходит к нам. А потом мы поговорим отдельно, сейчас давайте мы послушаем нашего телезрителя, а потом вернемся к этой теме. Добрый вечер, слушаем вас, вы в прямом эфире. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Елена. Елена. Скажите, пожалуйста, как вести себя родителям, если ребенок долгое время, прозанимавшись спортом, отказывается ходить на тренировки, дать ему время переждать и вообще как не отбить желание заниматься? Спасибо. Спасибо, Елена. Кто бы ответил. Ну, я думаю, что вот Вячеслав Николаевич дополнит, но как мы бы рекомендовали у ребенка, прежде всего, узнать вопросы, почему это там происходит или что-то, предложить другой вид спорта, который сам может быть ребенком. Родители иногда хотят, чтобы ребенок там был футболистом или не был велосипедистом или что-то. Узнать у самого ребенка, что бы он хотел и предложить совершенно в такой мирной форме, правильно, занятие в любом крошке, чтобы для начала он сам выбрал. Ну, ждать, не ждать, это сугубо индивидуально. Здесь же, может, он и никогда не захочет. Он будет компьютерщиком. Вот на компьютере или на трубе играть. Это же тоже важно. Поэтому вот твое мнение, какое? Ну, вы абсолютно правы. Первое, это, конечно, надо узнать причину. Если он занимался долгое время и бросил, надо понять причину, конечно же. Если же ребенок занимался недолго, так как мы у нас, слава богу, что у нас в спортивной школе очень много видов спорта, нужно понять, к какому спорту все-таки он расположен. Это видит родитель. Это, конечно, и тренер, который даже может прикинуть. Вы знаете, что вот у него больше индивидуальные качества. Может быть, ему там надо идти в циклические виды спорта, где он проведет свою индивидуальность. А может, наоборот, ребенок заточен на учебу, на математику, может быть, на физику. Поэтому ему больше не интересно учебники почитать, какие-нибудь книги поразоваться. Поэтому тоже это важно знать. А были ли в вашей практике такие моменты, когда вы рекомендовали, там, мальчишке или девчонке, перейти с одного вида спорта в другой? И это получалось, и оказывалось, что на месте оказалось среди. Ну, понимаете, я 25 лет отработал тренером по виду спорта, велоспор, да, и, как бы, конечно, прививал любовь к самому виду спорта, который, в принципе, и тренировал. И были такие случаи, что спортсмены с развитием какого-то другого вида спорта, который появлялся на спортивной школе, да, спортсмены переходили в другой вид спорта. У меня на моей практике было такое, что очень большой состав перешел в тэквондо. Тогда, много лет тому назад, лет 15 или 20 назад, я не помню, открылся у нас тэквондо отделение. И действительно мальчишки перешагнули. Но кто-то вернулся обратно. Были такие случаи, что большинство возвращалось обратно. Ну что ж, у нас есть возможность познакомить наших телезрителей с вашими воспитанниками. У нас есть видеосюжет. И мы сделаем это, правда, чуть позже, потому что у нас есть звонок нашего телезрителя. Давайте послушаем его. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Алло. Алло. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Наталья зовут. Очень приятно, Наталья. Я звоню, чтобы со словами благодарности директору Евгению Юрьевне Виноградовой и заместителю директора спортивной работы Ванчину Вячеславу Николаевичу. Спасибо. Мой ребенок уже давно, очень давно занимается в школе Скорняково на отделении футбола. И хочу сказать ему большое спасибо за наших детей, за их внимание, за заботу, что у нас бесплатные занятия у детей, бесплатная игровая форма, ездить на сборы, в лагеря. Много чего говорят. А вот спасибо, люди к нам не часто говорят. Вот хотим сказать просто спасибо. И задать вопрос. Пожалуйста. Наш ребенок из сборной России, ему нравится Дзюба. А вот кто самый любимый игрок из сборной России у Евгении Юрьевны? Спасибо. Футбольный сборник. У меня тоже Дзюба почему-то. У меня тоже Дзюба за его жест такой. За его жест? Да. А у вас? Ну вот буду солидарен с Евгением Юрьевным. Это действительно так. Понятно. Ну конечно мы не забываем нашего вратаря, конечно, который наверное неповторимо отразил удар пенальти ногой. Это конечно войдет не то чтобы в историю, а в мировую историю. Ну что ж, давайте мы вернемся к нашему разговору и посмотрим сюжет. Посмотрим на ваших ребятишек. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! У нас утром зарядка, потом мы идем завтракать, потом отдыхаем, прибираемся в комнатах, идем на тренировку, и потом обед, потом тихий час. Тренировка, ужин, свободное время и отбой, линейка отбой. В лагере мне нравятся тренировочные процессы, потому что здесь нагрузки больше и мы становимся сильнее. Ну я хочу добиться больше успехов именно в велоспорте, ну и конечно попасть скорее всего на сборы. Тут они посложнее, чем на базах, когда мы тренируемся, и это укрепляет нас, наши мышцы, у нас улучшаются результаты. Травмы на лице боевые, спортивные? Да, это байк. Тебя не пугает вот это вот, какие-то раны, ссади? Нет. То есть у тебя боевой спортивный характер, можно сказать? Да. Спортивный характер, во-первых, интересно, во-вторых, ну как бы ориентирование, это в будущем пригодится. Допустим, если даже ты путешественник, тебе это хорошо пригодится, по картам там ориентироваться. А во-вторых, ой, в-третьих, ну ориентирование, это как бы развивать скорость, все такое, вот, чтобы хорошо бегать и запоминать память. Когда я закончу школу, я хочу стать тренером. По спортивному ориентированию? Да. Ну, суть зависит от того, что нужно ускорять свой бег и находить всякие разные КП, и из-за этого ориентироваться по всему, можно сказать, городу. Думаю, вырасти и занимать всегда только первые места. То есть ты хочешь профессиональные занятия спорта? По стопам родителей. Лагерь очень классный, здесь очень хорошее питание, пятиразовое. Очень хорошие тренера, постоянные тренировки. После лагеря становится больше техники, так как больше тренировок в день. Если обычно у тебя одна тренировка, то здесь у тебя три или даже четыре тренировки в день. Также тренера, разные тренера приезжают даже из разных стран, высокая квалификация. То есть больше мастерства прибавляется с прошлой лагеря. Ну, здесь хорошо кормят, что тренировки, две тренировки в день. Ну, игры иногда товарищеские будут, иногда в лошадном чемпионате участвуют. Футбол — это командная игра, в которой мы учимся биться друг за другом и никогда не отступать. Развивает силу духа. Чтобы работать в коллективе, нужно чувствовать друг друга и понимать, на что способен двой партнер. Сегодня в нашей студии директор спортивной школы Олимпийского резерва имени Владимира Коренькова, Евгения Юрьевна Виноградова и заместитель директора по спортивной работе школы Вячеслав Николаевич Ванжин. Напоминаю о нашем конкурсе зрительских вопросов. Сегодня его победитель получает приз — это сертификат на 1500 рублей от Центра красоты «Сестра». В конце нашей передачи мы также попросим наших гостей прокомментировать результаты нашего опроса в группе ВКонтакте. Мы задавали вам, уважаемые телезрители, вопрос, какого спортивного объекта не хватает в курортном районе. Ну, я хочу сказать, что мы вот увидели сюжет, этот не очень большой, его подготовила Вера Кучинская. И я бы хотел, чтобы вы прокомментировали, вот, пока шла реклама, вы даже мне сказали такие интересные слова. Вот повторите их, пожалуйста, при эфире. Что стало для вас неожиданным в нем? Ну, хорошо, я скажу. Да, для меня стало большой неожиданностью, вот, разумность в высказывании, удивление, насколько выросли наши дети. Вы говорите, вот, меняются дети или нет? Дети меняются и с возрастом, и вот эти дети достаточно долго занимаются у нас. И были мы очень приятно удивлены и рады их суждениям, и девочкам, которые в Комарово сейчас занимаются велоспортом, и в футбольной команде, которая в Александровке проводится сейчас учебные занятия. Ну, мы, конечно, уверены, что питание у нас хорошее, это понятно, но вот все остальное, как они хвалят футболисты, вот, то, что сейчас у нас произошла некоторая перезагрузка, у нас футбол сейчас большое развитие. После чемпионата. После, да, и мы тоже приняли решение, чтобы он достойное место наконец-то занимал в группе и вообще в нашем положении дел. Мы много работаем в этом плане с нашими коллегами Дубки. Вы знаете, что, значит, там открыта школа «Зенита», и, в общем, мы являемся таким одним общим-общим конгломератом, который вот помогает друг другу взаимообразно и так далее. И вот то, что сказали, что у нас много теоретических занятий, вот это заслуга руководства, которое пришло в том числе из Дубков, подбор кадров определенный, перемена кадров произошла. И дети довольны, как мы видим, и говорят уже по-взрослому, и понимают, что такое командный дух, и растут. Растут. Да, Вячеслав Николаевич? Да. Это, конечно, здорово и приятно это. А я как раз хотела спросить вас, Вячеслав Николаевич, как вы вообще пришли в профессию? С чего вы начинали? Как ваш путь вкладывался? Как вы определили тот вид спорта, который стал для вас основным? Ну, наверное, надо начать с того, что родился я на улице Сестрорецкой. Живу теперь в Сестрорецкой, я работаю здесь же. Дело в том, что у нас во дворе на этой улице Сестрорецкой жил велосипедист. Такой, как красиво, он въезжал всегда с тренировки или после тренировки. Я это наблюдал. И будучи, конечно, мальчишкой, думаю, господи. А тогда же времена 70-е, конец 70-х, велосипедов тогда это была редкость, конечно. И меня это очень за души там всегда брало. И когда я, ну, много видов спорта нам предлагали и футболы, очень много и хоккея были у нас во дворах. Но велоспорт, пришел тренер в образовательную школу к нам в класс и пригласил на тренировочный процесс. Вот так я с удовольствием просто бегом побежал, схватил, что у меня было, кеды, тренировочный костюм, и рванул туда, куда нас позвали. И вот так как-то попал в сексу-велосипедный спорт, очень долгое время занимался. Ну, пришло время определяться в жизни, учиться надо. Тренер мой, который тренировал нас, он пришел как раз в спортивную школу заучим работать. И мне позвонил, говорит, Вячеслав, у меня к тебе два предложения. Либо давай с тобой пишем гидридуальные планы и продолжаем дальше спортивную карьеру, либо будем работать с детьми, как раз мне нужен такой вот тренер молодой, активный. И вот так меня вот с 88-м году пришел работать, до сих пор работаю. Сомнений не было, все-таки тренер другая работа и ответственность большая. Ну, привели ко мне любовь к этому виду спорта, и я начал с того, что я мечтал о велосипеде. Поэтому сомнений у меня никаких не было. Кстати, тогда велосипедов таких, как говорят, крутых не было, как сейчас, но были там Старшоссе, спорт какие-то. И я знаю, что уже после 90-х годов, когда появились новые модели здесь у нас, довольно высоко ценились вот эти велосипеды. Так ли это? Ну, во всяком случае, в моем кругу непрофессиональных велосипедистов. Ну, конечно, спортивно. Они же так даже в магазинах не стояли, на самом деле, спортивные велосипеды. Велосипеды вообще делались на заказ. Это делал Харьковский завод, делал велосипеды. Потом появились более облегченные, уже просто на заказ. Их даже называли спецзаказ. А потом уже, конечно, уже со временем появились более новые модели. И уже наша молодежь, которой приходит заниматься, они, конечно, может быть, только со слов наших. И вот Евгения Юрьевна, она рано или поздно доделает все-таки музей, который мы планируем. И там, конечно, будут стоять вот эти велосипеды и вообще те виды спорта, которые у нас как бы представлены. Конечно, мы со всех видов спорта будем что-то показывать дальше наше достижение или нашу историю. А поясните, пожалуйста, вы ведь заслуженный тренер, да? Я правильно понимаю? В моем представлении заслуженный тренер, ну это намек, что ли, а может быть, не только намек, на то, что есть некая авторская школа воспитания молодых велосипедистов. Правильно ли я понимаю ситуацию? Ну, я бы не совсем сказал, что это авторская, потому что все равно мы соблюдаем какие-то программы, программы по спортивной подготовке. Есть цель, есть очень большой труд, труд не только тренерский, а труд с теми детьми, с которыми мы работаем, конечно. Вот опять же, да, вот мы начали с того, что как тяжело найти этого ребенка, привести его к тебе, к себе в секцию, привить любовь, виду спорта того или другого, которым ты занимаешься. Когда он получает уже удовольствие от этого, ты уже начинаешь из него лепить, уже начинаем трудиться. Один процент таланта, все остальное труд, труд, труд. И путем, конечно, программы, методики современной уже появляются результаты, спортсмены выходят на должный уровень. Сколько нужно времени прозаниматься ребенку в ваших секциях, чтобы вы уже понимали, что действительно на этого парня или девчонку можно делать ставку в смысле профессионально? Я думаю, что все-таки от вида спорта это все-таки зависит. Разные сроки в разном. Разные сроки. Футбол, он более яркий такой. Вот как раз в возрасте до 18 лет у них раскрываются вот эти способности. Они либо в какой-то там, в следующем подгруппу выходят, либо в клуб престижный. Они стремятся в этом. Также хоккей, скорее всего. Что касается тяжелых видов спорта, как велоспорт, да, вот мы просто о нем много говорим. Это, конечно, возраст уже, большие результаты появляются уже там после 20 лет. До этого нужно дожить. До этого сколько труда нужно вложить. А сколько всего отделений у вас в школе и можно ли сказать, что есть какие-то наиболее востребованные направления? Ну, в данный момент у нас 15 видов спорта. И такими основными являются велосипедный спорт, спортивное ориентирование. Тхэквондо. Тхэквондо. Тхэквондо, да. Успешные эти наиболее такие, хотя любит и у нас много деток и лыжным спортом занимается. Вот хоккей современный год буквально у нас, 60 уже деток мы набрали. А основное в спорте все-таки, вот Вячеслав Николаевич сказал, результат, понимаете. Один результат показывает и выделяется сразу, правильно, уже сразу тренер видит, что это звезда, он за него держится и пестует и все такое. А другому ребенку нужно побольше времени. Поэтому здесь... Я бы еще добавил, что Евгения Юрьевна сейчас назвала в таком порядке, как бы по как-то бальным показаниям, по статистике. На самом деле я бы, наверное, еще бы добавил, что если популярный вид спорта, это, конечно, наверное, футбол-игровые виды спорта, которые зрелищные, Которые зрелищные, где приходит много болельщиков, приходят, которые болеют за своих детей, за своих друзей. Так что вот хоккей уже подрастает к этому всему, уже прослеживаются, уже маленькие игры появляются на нашем ледовом турнирчике. Поэтому мы всей душой будем болеть и за хоккеистов. Вот как раз хотел вас спросить, год назад чуть больше появилась ледовая арена в Северске, и вы открыли направление хоккейное, да? Вот прижилось ли оно, насколько оно прижилось, насколько оно востребовано? Давайте об этом поговорим сразу же после рекламы. Субтитры создавал DimaTorzok Телезритель, его задавший, получит приз, это сертификат на сумму 1500 рублей от Центра красоты «Сестра». И в конце передачи мы подведем, не подведем точнее, а я прошу прокомментировать результаты нашего опроса в группе ВКонтакте, где мы задавали вам, уважаемые телезрители, вопрос, какого спортивного объекта, на ваш взгляд, не хватает в нашем курортном районе? А в диалоге мы остановились на вопросе о том, новое отделение – хоккей. Насколько оно востребовано? Как относятся к этому детишки? Ну, отделение мы открыли при поддержке администрации курортного района с 1 января 2018 года. Как было не открыть, когда построился такой замечательный ледовый дворец со всей инфраструктурой внутри, с таким чудесным льдом, и я вам скажу, что не только мы этого момента ждали, ждали все жители города Сестра, потому что очень много у нас и любителей хоккей, и также я очень знаю, что много детей у нас занимается хоккеем, но, к сожалению, никогда не было льда, они ездили в город. В город, ну а мы знаем, что насколько востребованный лед, это очень сложно на самом деле. И вот эта большая радость, что у нас появилась ледовая такая арена своя, мы, конечно, с радостью взялись за эту работу. И так как хоккей, он как бы не то, что там свалился на голову, мы заранее уже готовились к этому, и поэтому у нас были мальчишки, которые уже занимались этим же спортом. Прошел отбор, набор, и в данной секции сегодня у нас занимается на нашем отделении уже 60 мальчиков, занимается, который уже, несмотря на то, что отделение молодое, уже успели принять в первенстве Санкт-Петербурга по хоккею с шайбой на соревнованиях. Две команды выступали, молодцы. Да, не выиграли пока еще, но мы уже о себе показали, что курортный район готовится показать всем. И хоккейное свое лицо. Конечно, безусловно. У нас есть звонок, и мы слушаем нашего телезрителя. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Александр. Александр. А вот вы упомянули, что один из ваших воспитанников, Антон Кривобоков, готовится к репетиаре 2020 года. А может, кто-то еще из ваших спортсменов-воспитанников собирает на Литии в Киеве? Пожалуйста, расскажите. Спасибо, Александр. Ну, к сожалению, это непросто собраться на Олимпийские игры. Вот пока что у нас такая информация. Есть в том числе вот Кирилла Полина. Люди, кто сейчас на сегодняшний момент находятся в сборной команде России, они все рассматриваются как участники потенциально Олимпийских игр. Вот девушки, которые отобрались на соревнования в Минске, Антон. Ну, вот пока что вот у нас мы знаем о троих потенциальных участниках на Олимпийские игры. Это еще отборы, это еще большая работа впереди. Ну, мы, конечно, будем ждать. Мало ли, кто-то выиграет старт где-то, так мы будем только рады. Пока что зреют только вот три претендента. На сегодняшний день у нас... Не только, это немало, я считаю. Да, ну, у простой районной школы это немало. Не простой школы, это мы уже выяснили. Да, я хотел добавить, что в составе сборной команды страны, по видам спорта, которые у нас есть, 15 человек сборной команды страны. Это очень много. По различным видам, да. В этом плане мы, конечно, гордимся. И это хороший результат. Конечно. Давайте немножко еще поговорим о том, что вот мы увидели в сюжете. Это же летняя школа, да? Лагерь летний, да? Да. Вообще, что происходит летом с вашими воспитанниками? Где они обитают, где они продолжают свои тренировки? Ну, мы стараемся уже называть это как современная, как тренировочная спортивная база, тренировочный спортивный центр. И действительно, на ролике было показано две наших ведущие базы. Это в Комарова и в Александровской. И в куникулярный период мы проводим тренировочный сбор по подготовкам к тем или иным соревнованиям. Каждый из спорта готовится к своим соревнованиям или у кого-то первенства Санкт-Петербурга. Кто-то готовится к всероссийским соревнованиям, кто-то готовится и к чемпионату России. Поэтому вот на двух базах по 90 человек единовременно у нас спортсмены живут, питаются, тренируются. В течение какого срока? В течение лета. Если мы говорим о куникулярном периоде на салон. Все лето, да? Все лето у нас. У нас с 1 июня начался. Процесс тренировочный и закончится у нас 30 августа. Но на этом процесс не останавливается. Дальше у футболистов будет второй тур первенства Санкт-Петербурга. Мы с вами видели ориентировщиков, которые готовятся к первенству Европы. И хотелось бы даже отметить, что спортивное ориентирование. Вот нашли себя сейчас в велосипедном ориентировании. И стали показывать уже первые результаты. В прошлом году только у нас два спортсмена участвовали на первенстве Европы и привезли медальку. В Австрии было первенство Европы. Очень здорово. Мы так за них рады. Вот. Ну и другие виды спорта также готовятся. И хоккей у нас будет. Планируется. В куникулярный период. Ну, мы говорим, лагерь, да. На спортивной базе. Еще другие виды спорта. Например, мы не можем. У нас ограничено количество мест. Мы детей вывозим на тренировочные сборы в другие регионы. Например, у нас Тхэквонду. Оно вся строит. Там 30 человек проходит сбор. Там база есть. Там база соответствующая, региональный такой хороший центр северо-запада. Лыжники в Токсово. То есть непосредственно сейчас у них будет сбор тренировочных мероприятий. Поэтому мы всех... Самбадзиду у нас. Да. Понятно. У нас есть звонок. Давайте мы послушаем нашего телезрителя. Алло, слушаем вас. Добрый вечер. Да, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый. У меня вопрос. Больше для любителей спорта. Спасибо, пожалуйста. Будут или нет все строительские велодорожки. Как вас зовут? Надежда Васильевна. Надежда Васильевна. Спасибо. Спасибо. Ну, это, наверное, не ваш вопрос. Напрямую к вам не относятся? Напрямую не относятся. Ну, велодорожки, вот как мы ездим по району, мы наблюдаем велодорожки в достаточном или нет количестве, мы не можем сказать, но в принципе в районе есть. И раньше планировалась только одна велодорожка по комитетской программе на Федутовской дорожке. Ну, вот пока что не построили, но в принципе наш вот этот вопрос, который разрешится когда-нибудь, велолыжа, роллерная трасса, она решит все вопросы. То есть ждем с нетерпением, как я записал, через три года контрольный вопрос по поводу. Ну, я хотел бы добавить, что у нас к шалашу Ленина две велодорожки по левому краю и по правому краю идет. Идет вдоль побережья всего и очень длинная, и, по-моему, за Ушково туда уходит велодорожка. По большому счету у нас, конечно, вот в курортном районе, наверное, если по километрам взять, у нас, конечно, самые длинные дороги велосипедные. Ну, вот я упомянул об особой ответственности тренера. В разговоре с вами. А вот бывают ли у вас истории, когда к вам попадают трудные, что называется, дети или дети из трудных семей, которым нужно особое внимание? То есть они, может быть, талантливы, как спортсмены, но психологически они, может быть, не очень устойчивы, скажем так. Ну, есть, конечно, безусловно, и такие дети, и мы со всеми работаем. Ну, как правило, когда спортсмен, или мы говорим сейчас о ребенке, который уже заинтересовался, конечно, данным видом спорта, то как-то само собой происходит мобилизация спортсмена. Он становится более собранным. Вот как раз вот эти тренировочные сборы, о которых мы говорим, да, это идет адаптация, конечно, вот к такой большой спортивной жизни. И там от ребенка требует большое концентрирование внимания. И это же вовремя подъем, вовремя зарядка, вовремя нужно привести... Да, дисциплина спортивная. Также режим питания, что хочешь ты не хочешь, это я хочу, это не хочу, хотя питание разрабатывается специально под спортсменов. То есть вот этот тренировочный процесс как раз и ребенка мобилизует, и он становится более собранным. И многие, конечно, родители благодарны, приходят с благодарностью. И самый большой, наверное, подарок тренеру, когда уже родитель, когда он сам отзанимался спортом, уже вырос и привел своего ребенка уже заниматься в ту же школу, откуда он и сам занимался. Конечно, для нас это самая большая награда. Об участии в конкурсах расскажите, пожалуйста. Я знаю, что вы участвуете, а в каких конкретно? Ну, вот буквально недавно прошло два конкурса в этом году. Это конкурс учреждений физкультурно-спортивной направленности, где за долгое время, вот мы участвуем очень давно в этих конкурсах по Санкт-Петербургу, мы заняли третье место. Мы были где-то рядом все время шестыми, пятыми все время попадали, были лауреатами этого конкурса. Но вот в этом году, не сказать, что повезло, неправильное слово, а, наверное, мы постарались, не только мы, это, конечно, заслуга тренеров, прежде всего, и всех тех людей, которые принимали участие в подготовке этого спортивного резерва. И с помощью всех их работы у нас такой вот результат, которому мы очень рады, конечно. Из всех спортивных школ в городе Санкт-Петербурге мы третье место в своей номинации, это здорово, конечно. А вот сейчас очень многие с сожалением говорят о том, что утрачена советская система школьная, воспитание детей и образование. Считалось, что система, на самом деле, очень неплохая, и даже зарубежные страны заимствовали кое-что из нее. Можете ли вы сказать, что и спорта это касается тоже? То есть то, что было в советской системе подготовки спортсменов, оно и сейчас востребовано, и не потеряло своей актуальности, и вы как бы опираетесь на вот эти наработки советского периода? Ну, конечно, мы опираемся на наработки, но ведь за многие вот эти годы, которые прошли, они же, мы не стоим на месте. Все меняется в лучшую сторону, все развивается, развиваются материалы, улучшается материальная часть. То есть велосипеды даже теперь не такие, как старт-шоссе, а теперь они просто даже не из металла делаются. И это все помогает, а то, что опыт и теория, методика физического воспитания, она, в принципе, осталась как столпы, основа. Это все, а то, что приобретается, нарабатывается, то, что теперь все компьютеризировано, то, что тренеры имеют возможность всю систему отслеживать, все это им в помощь. Конечно же, учитывая все, не исторически, но учитывая вот этот весь пласт, то, что мы имеем, наработанное, ведь мы же помним все Олимпиады, как мы с 52-го года побеждали. Все это учитывая, сейчас мы, конечно же, находим материалы, и все это, все вместе вот помогает строить работу по-новому. Понятно. Вот интересно тоже узнать все-таки о том, как складывается коллектив ваш, тренерский, я имею в виду. Потому что, ну, детишки там между собой как-то притираются, по-разному, наверное, тоже происходит, но они моложе, и амбиции, наверное, у них поменьше, и это легче происходит, как я думаю. А вот тренерский коллектив как складывается, что нужно сделать, чтобы попасть к вам на работу? Всех ли вы берете с одинаковым радушием? Или достаточно жесткий отбор существует? Ну вот я прежде всего хочу добавить, Вячеслав Николаевич говорил о том, что мы заняли третье место. Я думаю, будет уместно, если я поблагодарю в эфире вот каждого тренера, каждого работника спортивной школы, которая внес определенный свой вклад. Ведь это общая победа, наше третье место, первый раз за всю историю. И мне очень приятно, что вот мы создали такой коллектив, каждый внес вот свою долю, и вот это явилось таким, такой хороший результат. В том числе и девочка у нас заняла, Светлана Кузнецова, третье место в индивидуальном, так сказать, смотре конкурса на педагогическое мастерство. И вот наше. И что касается тренеров, во-первых, у нас очень преемственность, во-первых, в поколении. Есть даже династии в нашей школе. Тренерские династии. Тренерские династии. А во-вторых, у нас очень много тренеров, которые приходят, отзанимавшись в школе, ну, я имею в виду, окончив нашу спортивную школу. Вот даже мальчик сказал, что он будет работать тренером, хочет. И это не единое. Вот он, я слышала много, вот им нравится что-то. И даже, вы себе не представляете, мы проводили праздник и говорим со сцены, ребята, а кто у нас окончил нашу спортивную школу и сейчас работает в районе, не обязательно тренером, просто, это и депутаты муниципальных образований, это и работники администрации, это и просто коллеги из других школ. Мы их всех позвали на сцену, и нам было так приятно, что было столько народу, всю сцену заполнили. И мы ждем всех с одинаковым радушием, на общих основаниях принимаем на работу, и, конечно же, рады каждому новому кадру. Да, Вячеслав Николаевич? У нас очень много молодежи сейчас, очень много, и мы только этому рады. Если можно кратко, вопрос такой, обязательно ли хороший тренер – это хороший спортсмен? Нет, мое мнение – не обязательно. Соглашусь. Не обязательно. Я даже добавлю, знаете, что вот тренер, который не достиг в своей карьере каких-то вершин, спортивных вершин, он с помощью тренерской работы в своих воспитанках хочет воплотить то, что он не успел сделать. Это важно. Или не получилось. И вот он таким образом, как правило, доказывает, и эта победа общая, и тренера, и спортсмена, конечно же, если спортсмен достиг высоких результатов. Ну что ж, я попрошу наших режиссеров вывести цифры нашего опроса на экран. Напомню, что мы интересовались, какого спортивного объекта не хватает в курортном районе. И хочу добавить, что 600 человек приняло участие в нашем опросе. И вот давайте посмотрим эти цифры. Физкультурно-оздоровительный комплекс – 19%. Лыжероллерная трасса – 46%. Комплекс для пляжных видов спорта – 3%. Велотрек – 23%. И другой – 7%. Как, на ваш взгляд, эти цифры отражают реалии какие-то? Ну, наверное, отражают. Это мнение граждан. Да. Лыжероллерная трасса – да. Но мы-то согласимся с ними. Лыжероллерная трасса, если она расширена, она уже велолыжероллерная трасса. Она, конечно же, нужна району, и все будут довольны, если она у нас будет. Совершенно верно. Она прежде всего нужна району, и именно не только спортсменам, которые будут проводить там спортивные мероприятия, но и район, который будет куда пойти и безопасно покататься на роликах, на лыжах. И вот о том, о чем молодой человек там в самом начале говорил, конечно, вот это будет тогда очень востребовано, и нам не нужно будет куда-то выезжать из района, куда-то где-то покататься, погонять на чем-то. Все у нас будет здесь рядом. Я думаю, после стольких слов, сказанных в адрес этой лыжероллерной трассы, процесс должен пойти просто интенсивнейшим образом. Будем надеяться, что это так и будет. А я бы хотел, чтобы вы определили победителя конкурса зрительских вопросов. Чей вопрос вам показался наиболее интересным? Видно, я записывал. Первые были про лыжи. Ну, я помню, вот мама, которая, так сказать, озабочена судьбой ребенка, да, вот она, видите, она волнуется и очень тонко тоже спрашивает нашего совета, что же делать с таким ребенком. Елена, мама, мама Елена. Да, Елена. Ну что ж, Елена, поздравляю вас с победой в нашем конкурсе. Вы получите сертификат на 1500 рублей от Центра красоты «Сестра». Поздравляем вас с этой победой. Ну, а я благодарю вас, уважаемые наши гости, за ваш интересный и подробный рассказ. С нетерпением ждем новых спортивных объектов здесь у нас в районе. Уже не буду называть, что это за объект. С нетерпением ждем его. Удачи вам в вашем многотрудном и полезном деле. И я благодарю всех участников нашей сегодняшней передачи, особенно тех, кто задавал свои вопросы. Всего вам доброго и увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова